МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Кукла – неизменная спутница человека. Она проста, но в этой простоте тается великая загадка. История куклы известна с глубокой древности. Изначально она служила тотемом, обрядовым символом. И лишь позднее превратилась в детскую игрушку. В ранней истории практически невозможно отделить куклу от идола. Она, как олицетворение божества, использовалась в религиозных обрядах. В некоторых религиях кукла считалась вместилищем душ предков. Куклы являются очень интересным фактом в истории культуры человека. И изначально, конечно, куклы не были игрушками, а служили обрядом древнего человека. Куклы защищали от злых сил. Куклы способствовали хорошему урожаю. Куклы оберегали от бед, от болезни человека. И все куклы, которые появлялись и существовали в истории человечества, можно условно поделить на три группы. Это куклы-обереги, куклы-обрядовые и игровые куклы. Считается, что самым древним египетским куклам около 4 тысяч лет. Они служили не только детям, но и взрослым, и были связаны с различными формами религии. Древнейшие египетские куклы несли функции погребальных даров и были призваны скрашивать одиночество умершего. Археологи нередко находят в магилах маленьких египтян таких кукол. Выглядят они примерно так. Иногда представляют собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Голова украшена париком из деревянных и нитиных бус. Считалось, что человеческие изображения могут оживать и влиять на судьбу людей. Поэтому куклы часто вырезались без ног, поскольку люди боялись, что они могут убежать из гробницы. Из обрядовых кукол вырос и существующий сегодня кукольный театр. На Древнем Востоке он был широко распространен. Есть упоминания о нем в Древней Индии, на Юго-Востоке Азии. Так, например, в Древней Индии очень часто были постановки, связанные с деятельностью богов-героев, таких как Махабхарата и Ромаина. Причем кукольник связывался с образом бога-творца Брахмы, а сам кукольный театр выступал подобием мира. Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры. Русская земля богата обрядами и куклами, связанными с ними. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они имели ритуальное назначение. Лицо, как правило, оставалось белым. Это имело глубокий смысл. Кукла без лица считалась недоступной для вселения в нее злых сил. Если мы рисуем глаза кукле, то тем самым мы, ну, как бы, открываем мир свой. И он становится беззащитный. Беззащитный для проникновения оттуда, из другого мира, всевозможных нехороших таких вещей. Поэтому куколки, как бы, не рисовали, как правило, глаза. И в той же Масленице то же самое. Это куколка обрядовая, которая сжигалась, и она должна была там дать Ярилу, там, к Богу подниматься. То ей тоже не рисовали глаза. Они делались яркие, красивые, там, в смысле, такая, чтобы легко могла сгореть. А так, когда мы ей нарисуем глаза, мы ее, как бы, уже персонифицируем. Человеку приближаем и сжигаем человека. И поэтому хорошо есть. Мощной защитой против злых сил считались свадебные куклы-неразлучники. Отличительной их особенностью являлась общая рука, что говорило о том, что супруги неразлучно должны идти по жизни рука об руку. Другая интересная обрядовая кукла, так называемая купавка, она была связана с началом купания славян. Это была так называемая кукла одного дня, потому что связывалась с конкретным праздником. Либо Аграфенной купальницей, либо Иваном Купалой. Соответственно, 6 или 7 июля отмечались эти праздники. К рукам куклы привязывали ленты. И, по поверьям, эти ленты должны были нести все болезни и невзгоды людей. В то время как эту куклу отправляли по воде уплывать и уносить все эти печали и невзгоды людей. Вот такую вот магическую функцию очистительную славяне приписывали воде и конкретно этой кукле. В глубокой древности кукла предназначалась для защиты, поэтому ее так и называли оберег или берегиня. Как правило, самыми охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань при изготовлении кукол старались не резать, а рвать. Иногда куклу так и называли – рванки. Еще до рождения ребенка делали куклу и укладывали в колыбельку, чтобы она оберегала ее и обогревала для будущего малыша. Такие куклы клали младенцам в люльки, давали дочери, выходящей замуж, или сыну, отправляющемуся на военную службу, а также мужу, отправляющемуся в дальнюю дорогу. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем больше в семье счастья. Среди этого большого количества кукол популярна была так называемая кукла-десятиручка. Обычно она предназначалась молодой девушке, недавно вышедшей замуж. Ее часто дарили невесте на свадьбу, чтобы она все успевала и все у нее в семье ладилось. Традиционно эту куклу делали из травы, соломы, лыка и красиво оформляли. Примерами таких кукол-оберегов у славян могли выступать, например, кубышки-травницы. Это были куклы, наполненные лекарственными целебными травами, и они должны были защищать дом от болезней. Такие куклы подвешивались над люлькой маленького ребенка или ставились у кровати заболевшего человека. Со временем куклы перестали быть связанными исключительно с культами и обрядами. Исследователи пишут, что со второй половины 17 века Франция начинает задавать всей Европе тон как в области политики, экономики, духовной жизни, так и в области моды. Модных журналов в те времена еще не издавали, а узнать о новых тенденциях во французской моде желали все женщины Европы. Предприимчивые французы вспомнили, что в Древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали раскрашенные глиняные фигурки, фигурины, высотой от 8 до 25 сантиметров. И во Франции создают потомков фигуринов, прекрасных пандор. Это были фарфоровые куклы небольшого размера. Создавались они с учетом пропорции женщины и одевались с учетом последних тенденций моды. Театр кукол пережил тысячелетия, десятки исторических укладов, истоки кукольного театра в языческих обрядах, играх с освещенными символами богов. Упоминания об игровых куклах встречаются у Геродота, Аристотеля и Марка Аврелия. Однако в античную Грецию кукольные представления эстрадного типа пришли с бродячими группами кукольников из Древней Индии и Древнего Китая. Кукла, она человека сопровождает, я уже говорил, с самого начала, с рождения и до самой смерти. И человечество не случайно играет в куклы, потому что когда ребенок играет в куклы, он строит свой мир, пытается перенести свои какие-то ощущения, предощущения мира, и отразить то, что он видит вокруг через вот эту неживую материю, потому что ему проще так общаться с этим персонажем. И вот он развивает свое внутреннее видение и строит свою систему мира в мозгах. Потом люди, кто-то играет в куклы. Куклы везде нас сопровождают во всем мире. Первые кукольные спектакли сохранились в памяти людей как одна из форм магии и заклинания. Существовало мнение, что умершие люди обладают магией и могут оказать покровительство и помощь живущим. Для привлечения духов умерших изготавливались фигурки, в которые они якобы могли вселиться. Сами души умерших представляются многим народом в виде теней. Так возник один из оригинальных видов театрального зрелища – теневой театр. Прогресс, он, естественно, сказывается и на театре куколы. Я видел, допустим, типа андроидов такого свойства, что к человеку прикрепляются определенные датчики в определенных точках тела. И камера их считывает и передает на компьютер. Компьютер отражает придуманные художником персонажи. И мы видим, как этот персонаж вдруг начинает двигаться в зависимости от того, что делает артист. И мы артиста, допустим, не видим, а видим только это изображение. А там ходит некий кентавр или еще кто-то там, андроид какой-нибудь. И начинает с тобой вдруг общаться. И у нас волосы дыбом поднимаются, откуда он тебя знает, как, почему, что. А в это время-то он, артист, смотрит на камеру и видит тебя. И говорит, застегните пуговичку, пожалуйста, там еще что-то. И начинает двигаться. А с тобой разговаривает вот нечто, созданное художником. Искусство кукольников очень старое. В разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол. Различаются куклы-марионетки, тресниковые, перчаточные, планшетные. Они могут иметь размер от нескольких сантиметров до двух-трех метров. Есть куклы вот такие маленькие, за которыми можно смотреть в микроскоп или под большим увеличением. Есть куклы высотой с трехэтажный дом. И на всевозможных праздниках, если мы смотрим в той же Бразилии, карнавалы, где огромные фигуры кукол ходят по улице. И люди стараются сделать этих большущих-большущих каких-то там кукольных персонажей. Или, если вспомним практически все открытия Олимпийских игр, где на кукольных вещах, придуманных человеком, строятся целые представления большие, фантастические. То мы понимаем, что кукла в нашем сознании занимает очень большое место. И не случайно философы всего мира, допустим, выстраивая свои системы мироздания, мироощущения, они строят его по принципу куклы. Платон говорил, что есть мир, как не театр теней, везде надо искать. Аристотель говорил, золотую нить разума эта куколка подвешивается, темечка называется у кукольников золотой нитью. То есть кукла, она непосредственно очень связана с человеком, потому что она является его отражением, даже я бы так сказал, сосредоточителем всех его положительных и отрицательных свойств. Существуют и разные типы представлений. Одним из самых необычных театров считается вьетнамский театр на воде. Он неразрывно связан с бытом вьетнамских крестьян. Данный театральный жанр возник более тысячи лет назад в одной из деревень, расположенной в низовьях Красной реки рядом с Ханоем. Крестьяне изготавливали кукол для собственных развлечений в период затопления рисовых полей дождевой водой. Первоначально в качестве кукол использовались огородные чучела. Позднее их стали вырезать из фигового дерева, которое не тонуло в воде. Сценами для представления служили пруды, озера или затопленные рисовые поля. Куклы изображают реалистичные образы животных и крестьян или священных персонажей вьетнамской мифологии – драконов, фениксов и единорогов. Здесь нужен водоем. С одной стороны сидят музыканты и сказители, певцы и повествователи. С другой стороны садился зритель, а артисты были как бы либо полностью погружены в воду, либо наполовину погружены в воду. И они управляют куклами, они невидимы для зрителя, и управляют куклами на длинных шестах бамбуковых. Это длинные такие, как представьте, толстые такие удочки, на конце которых находится куколка. И вот артист топил свою куколку к дну, и в нужный момент он приподнимает конец удилища, и на поверхность воды всплывает куколка. И он начинает ею управлять. В мире есть немало необычных театров. Пожалуй, один из самых невероятных – старейший японский драматический театр «Но». Персонажи здесь появляются сначала как люди, а затем как духи. Актеры почти неподвижны. В прошлые века продолжительность одной пьесы, сыгранной здесь, составляла несколько дней. Среди необычных театров можно выделить Евпаторские на ходулях. Их высота достигает двух метров, поэтому артистов этого театра еще называют самыми высокими людьми города. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире.